Итак, сегодня у меня будет довольно необычный скринкаст на довольно необычную тему. Но с этим я ничего поделать не могу, потому что последние 12 часов меня просто прёт на новые идеи, и мне это надо как-то выражать. Ну, будем надеяться, что это будет полезно. Значит, началось это всё с того, что мне нужно было быстро подучить определённый язык, желательно дней за 30, и, значит, я потопал на сайт buzu.com, и моё внимание привлекла там одна вещь, это, значит, возможность поставить цель. Я уже тут же распустился люди, думаю, ну вот отлично, там, наверное, будет список целей, для каких целей я изучаю язык, я там смогу выбрать цель, и он скомпонует мне курс максимально оптимально. Вот. Думаю, классная идея. Но как бы не так. Там оказалась морковка с бегунком какая-то, в общем, и это оказалось совсем не то, о чём я думал. Вот. Ну и как бы я не сильно расстроился, но и продолжил работать, пока в голове что-то не щёлкнуло. А суть в том, что у меня моя диссертация была связана с, как раз, с нелинейным обучением, и вот уж я не думал, что я уж когда-нибудь к этому вернусь, если честно. Но сегодня, видимо, придётся об этом поговорить. Потому что одно наложилось на другое, и в результате в контексте синфига возникло следующее. Ну, для меня в контексте синфига, хотя она может быть применена к любому, в принципе, обучающему курсу. Мы поговорим о нелинейных обучающих курсах. Итак, значит, у нас любая система знаний, она представляет из себя совокупность каких-то информационных элементов, которые так или иначе взаимосвязаны между собой. То есть, они могут каким-то образом... Это могут быть понятия, факты, законы, аксиомы. Для знания одних законов необходимо знание определённых понятий и так далее. И такая вот структура у нас получается. Есть какая-то база, есть какая-то база, из которой выводятся все последующие, значит, элементы знаний. И оно, как правило, расширяется, но в конце концов они, значит, все... Они там формируются в какой-то... Они приводят, как правило, к каким-то, ну, так называемым, результирующим знаниям. То есть, то, для чего, в общем, всё это нужно. То есть, это, собственно, уже применение. Которое, в общем-то, тоже не обязательно. Эти результирующие знания, в общем-то, это понятие условное, да. Оно может... Значит... Так, у меня MyPaint надо немножко перенастроить. Скролл... Нет, не нажимается. Не хочет. Ну ладно. Так. Мы сейчас спутим хитрых манипуляций. Ага. Так вот. Вот так удобнее. Значит, вот эти вот результирующие знания, они тоже являются, собственно, такой вещью относительной, потому что они могут быть лишь промежуточным этапом и вести уже каким-то другим весьма нужным знанием. И процесс этот, может быть, ну, если не бесконечный, то достаточно продолжительный. Так вот. Суть в том, что обычно у нас... может быть, все мы изучаем с какой-то целью и... так или иначе, у нас обычно обучение строится, что, конечно, нам дают какую-то... ну, вот, дают какую-то цель, что, в общем, мотивирует нас, что мы учим в таком-то направлении для того-то, для того-то. Ну и потом начинают давать нам базу, в общем, все вот эти понятия, потом мы начинаем... может быть, не все, но тем не менее. Потом мы начинаем двигаться дальше, осваивать, 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 пока все не освоим. Захватив, кстати, часто лишнего, мы переходим уже к каким-то результирующим знаниям, которые позволяют нам решать определенные проблемы или... ну, уже выполнять какие-то определенные действия. вот... и как раз вот проблема в том, что иногда нужно что-то изучить очень быстро, и цель, она бывает всего... цель бывает всего одна. И... было бы классно иметь какую-то такую возможность, чтобы самому вот определить цель, иметь набор целей, да, доступных, чтобы самому определить. Вот мне нужна такая цель, и чтобы курс для тебя формировался автоматически, который бы включал только то, что тебе нужно без всяких лишних элементов. Вот ты изучил вот все, что по минимуму, в общем-то, добился, и все окей, ты потратил на это минимально времени. А потом, если тебе захотелось уже дальше продолжить обучение, или там возникла новая задача, ты уже выбираешь новую задачу, соответственно, вот эти пункты тебе уже не надо заново изучать, ты изучаешь уже... курс уже формируется в соответствии с учетом того, что ты уже изучил, и тебе нужно изучить только вот эти два элемента. И таким образом курс строится, фактически адаптируется под тебя, и строится максимально оптимально. Вот. То есть, я немножко продемонстрирую это на примере синфига. То есть, как бы это могло работать. Вот так. Значит, у нас есть, например, ну вот разные цели. Например, когда я преподаю синфиг, у меня есть, значит, естественное упражнение скачащий мячик. Скачащий мячик. Так. Да, у меня есть упражнение. Это, ну, такое анимация. Есть упражнение более низ... скажем так, низкого уровня, более начального, где я даю анимацию, называется Вася идет в школу. Это... Там такая картинку рисуем. Ну, или берем готовую, на которой нарисована там карта, на ней всякие магазины, школа, дом Васи. И Васи, кружочек, он, значит, на этой карте должен путешествовать. Я так даю понятие ключевых кадров. Вот. Потом еще одной, например, есть это компоновка персонажа. Когда из кусочков разрезанного персонажа, ну, не скомпоновать. компоновка персонажа. Компоновка персонажа. Вот. Ну, что еще можно... В принципе, ну, давайте... Ну, и бывают еще какие-то, например, конструирование из примитивов, там из снеговика. Снеговик у нас есть упражнение. Снеговик. Там, они изучают кружочки, квадратики. И из этих кружочков квадратиков задача сделать снеговика. Они учатся, дети управлять, значит, ну, в общем, управляться со слоями, там, и тому подобное. Значит, для того, чтобы знать упражнение в АСИДЕРШКОЛУ, нужно знать, как добавлять ключевые кадры. Ключевые кадры. Да, вообще, для того, чтобы добавлять, нужно знать, что такое ключевые кадры. нужно уметь создавать окружность. Ну, я не буду тут все совсем подробно расписывать, потому что там это все достаточно на элементы глубоко расписывается. вот, и так что, если я что-то упустил, там, сейчас это не суть важно. Скачущий мячик нужно знать, нужно для этого знать, опять же, как создавать окружность, чтобы он скакал, потом, как создавать, допустим, прямоугольник, чтобы земля была. Прямоугольник. интерполяцию. Нужно знать, что такое интерполяция. Достаточно сложно тем, потому скачущими я всегда им поздно. Позже, чем Вася идет в школу. Ну, для малышей сложно. Так. Компоновка персонажа. Так, ну, и Вася идет в школу, мы должны знать, как импортировать изображение, чтобы карту импортировала. импортировать картинок. Вот. Если мы, значит, если мы хотим импортировать картинки, то мы должны знать, где секретное меню. Ну, секретное меню, я напомню, что в синфиге есть. Меню вызывается здесь, и мы, значит, с детьми называем это секретное меню, потому что оно действительно под большим секретом, видимо, находится, раз оно так спрятано. Значит, секретное меню. Нужно знать, где оно, как вызывать. Меню. Вот. И, значит, импорт картинок для компоновки персонажа также нужен. Значит, создание окружности нужно для снеговика. Ну, видите, такая, в общем, система. Так, ну, для всего этого нужно, как запускать синфиг, естественно. Запускать синфиг. Так. какие-то базовые, как сохранять, да? Сохранять. Файл. Загружать. Да? И это все такие базовые. Наверное, может быть, там как закрывать синфиг. Как выходить из программы. Вот. Ну, что, выходить из программы тоже отдельная песня. Вот. Ну, в общем, такие вот базовые. Они, наверное, тоже как-то связаны. Наверное, напрямую или не суть важна. В общем, связаны. Но не со всеми там будут связаны. Ладно. Оставим. Так вот. И вот, получается, что в общем, компоновка персонажей, там нужно, слой вращения. Ладно, здесь что-то я увлекся. Вращения, там, стяжения и так далее. Понятие группы, понятие группы нужно. Здесь понятие группы и так далее. Так вот. Сделаем новый слой. Чтобы было удобно. И как раз вот предположим, значит, суть в том, чтобы ученик или учащийся, не важно, ну, чтобы он мог сам определять свои цели. То есть, например, суть в том, что синфик, он настолько, настолько может быть использован для различных целей, что в зависимости от этого, то есть, структура материала будет совершенно разной. То есть, мне кто-то говорил, почему вы не сделаете руководство для тех, кто хочет только векторизировать в синфике, не хочет не знать никакой анимации. Или там, кто хочет, значит, быстро сделать анимацию методом перекладки. В общем, кому, в общем, морфинг нафиг не нужен. То есть, сделайте такой быстрый руководство, содержащий минимум компонентов. Вот. Ну, руки никак не доходили, но вообще как-то. Ну, по сути, на самом деле, все это является все вот эти задачи, анимация методом перекладки, это все является точно такими же целями. Вот. И было бы здорово, если бы мы имели вот такую вот систему, где каждый вот этот элемент, это, каждый вот из этих элементов на экране, это фрагмент информации, фрагмент обучения, может быть, он содержит какие-то тесты, в общем, какой-то этап обучения, может быть, текстовой, может быть, вместе с тестами, с упражнениями, вот, которые вот, чем нужно пройти, чтобы достичь цели. Но суть в том, чтобы цель задавалась, выбиралась уже пользователем самостоятельно. То есть, например, меня интересует вот анимация. Вот я выбираю, значит, цель Васи идет в школу. Так. В соответствии с этим компьютер там начинает компоновать ему необходимые необходимые умения, которые он должен. То есть, он раз так компонует одно, другое, третье, в общем, в определенной последовательности. Потом, что еще? Секретное меню, ему импорт картинок, как создавать окружность, что такое ключевые кадры, как добавлять ключевые кадры. И, в общем, проводит его по вот этой вот схеме. Вот. Может быть, цель на более низком уровне быть, то есть, например, пользователь может там выбрать цель, как импортировать картинки, да, как импортировать картинки. Тогда курс компонуется следующим образом. значит, как запустить Synfig, да, как база, потом секретное меню, импорт картинок. Вот он прошел определенный курс, и это зафиксировалось в системе. Вот. После этого он может выбрать следующую цель, и когда он выбирает следующую цель, вот как раз, вот, наверное, Вася идет в школу, да, вот эту анимацию, то в системе уже есть, что он прошел вот эти пункты, вот, то ему уже следующий курс, после того, как он изучил импорт картинок, уже дается только самое необходимое, только, то есть, ключевые кадры, как создавать окружность. Вот. То есть, классно было бы иметь вот именно такую систему, которая позволяет пользователю самовостоятельно определять ход обучения, выбирая списка целей. Понятно, что список целей, он может быть достаточно большой, да, то есть, то есть, объем любой системы знаний, он, если он там даже такая, как просто изучение синфига, я уж про физику там не говорю, вот, объем любой системы знаний, он может быть весьма внушительный и отображать все цели, это, в общем-то, особого смысла нет. Там, может быть, Вася идет в школу, это необходимо для скачущего мячика, скачущий мячик необходим там, для анимации персонажа, да, ну, это уже там через много узлов анимация персонажа с использованием у нас стикмана. Стикман. Стикман. да, то есть, там кто-то занимается векторизацией, для этого там нужно там слои наложения знать, ой, методы смешивания, смешивания, векторизация метода смешивания, про компоновку нужно знать, снеговик, курс пройти, вот, и так далее. И, конечно, вполне очевидно, что нет смысла предоставлять пользователю возможность выбирать сразу далекие цели, да, то есть, наверное, просто нужно учитывать, например, у пользователя уже есть какие-то базовые, дается какой-то базовый, пользователю дается какой-то базовый, например, что-то уже прошел, или ничего, еще не прошел, и тогда ему удается выбрать только задачи в радиусе какого-то какой-то длины вот этого графа, который у нас получается, то есть, например, вот так, да, фактически то есть, он может выбирать цели из вот этого вот, из вот этой вот сферы, да, а как только он, значит, прошел определенный этап, да, то есть, вот эта грань его, так сказать, знания, она поднялась, можно даже как до импорта картинок, да, ему становятся доступны более, значит, сложные задания, потому что, ну, расстояние вот это увеличилось до следующих граней, до следующих целей доступных становятся новые цели, то есть, это все может автоматически измеряться компьютером на основе длины, вот этих, на основе количества связей, которые отделяют пользователя до цели, вот, ну, соответственно, и так далее, таким образом он может в общем-то определять в целом направление своего развития самостоятельно, да, вот, плюс фактически может быть пользователь будет иметь возможность регулировать вот это вот расстояние, то есть, правильно, способности же у всех разные, кто-то вот маленькими шажками двигается, а кто-то может большими, большими, прям такими, поэтому вот эту зону можно регулировать фактически, вот, наверное, если такая система, вот, если вот это все укомпоновать, то, например, педагог может сам, например, имея такую систему, он может решить там вот список, там, компонует, например, образовательную программу, он может решить список сначала, я хочу, чтобы у меня дети добились этой цели, потом этой цели, потом этой цели, компьютер берет, и шу-шу-шу, и компонует ему, тематический план, ну, фактически, это тоже возможно, вот, или, например, если эта система бы собирала статистику этих пользователей, которых по ней обучаются, то можно было бы тоже интересно статистические данные собирать по тому, какими путями, в общем-то, движутся пользователи, и на основе этого компоновать оптимальные, в общем-то, обучающие какие-то такие, книжки, брошюрки, вот, то есть, брать на наиболее общие какие-то, наиболее часто повторяющиеся случаи, на этих основах можно классно книжки писать, вот, обучающие, вот, к чему я это все говорю, потому что, да, кстати, если такая система, может быть, я туплю, и может быть, такая система уже существует, поэтому большая просьба оттыкнуть меня носом, написать в комментариях, вот, я вообще был бы счастлив, потому что для синфига такую обучающую штуку сделать, это было бы круто, и, ну, не только для синфига, на самом деле, по любой системе знаний, я думаю, почти по любой системе знаний можно это сделать, взять обучающий курс, вот так его разложить, в виде такого графа, и загнать в систему и посмотреть, что из этого, в общем-то, будет, мне кажется, гибкость тут будет замечательная, это будет просто бомба, вот, и было бы вообще, ну, мне пока таких, в общем-то, решений еще не встречалось, и это очень-очень грустно, вот, поэтому было бы здорово, если бы кто-то украл бы у меня эту идею, и реализовал, желательно по GPL, там, какую-нибудь свободную систему, вообще на эту, на эту тему вообще можно диссертацию написать, вполне окей, если уж я в свое время написал диссертацию по, вот, просто по нелинейным системам, по нелинейному обучению, там, через Вики было, через связи, без всякого целеполагания, и это прокатило, то я думаю, по вот этому, это вполне можно накатать, то есть, может быть, организовать что-то в рамках университета, такое исследование, и опять же, тут это можно к конкретной системе обучения привязать, например, вот эта вот зона от того, что ученик уже прошел, изучил, да, от того, что он уже знает, к тем задачам, которыми доступны, ну, это фактически, это зона ближайшего развития, определяется, правильно, в развивающем обучении, то есть, к развивающему обучению это привязать, например, делать нечего, вот, опять же, там все эти статистические данные, все это представляет определенный интерес, то есть, было бы желание, то есть, а там не обязательно, прикрутить можно к физике, прикрутить можно к обучению какому-нибудь, ну, той же программы Синфик, к изучению программ, к изучению какого-то еще материала, в общем-то, было бы желание, вот такая вот идея, до сих пор, до сих пор,